Продолжение следует... Проще сказать, что меланома лечится классические подходы, а не меланомные, туда входят различные гистологические потипы, и объединить их в одно достаточно, конечно, сложно. Но хотелось бы сказать о том, что я постараюсь всё-таки раскрыть эту тему, касаясь в большей степени, наверное, базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи. И поскольку сегодня речь идёт о голове и шее, именно в моём докладе, мне хотелось бы сказать о том, что это направление, опухоли головы и шеи, и оно достаточно сложное. Основателем этого направления является Роберт Иванович Вагнер. Это наш учитель, великолепнейший человек, великолепнейший хирург, который основал эту группу, он основал это направление. Он один из основателей в России именно этого направления, в том числе меланомы, которыми мы занимаемся, также и занимались. И являлся вместе с Алексеем Степановичем Борчуком основателем меланомной группы ВОЗ. И, конечно же, тот значимый вклад, который внёс Роберт Иванович, он и по сей день передаётся нашим ученикам и идёт в массы. Очень часто приходят и показывают книги, уже застарелые эти книги, которых невозможно найти, где Роберт Иванович описывал вот эти объёмы операций. Поэтому, конечно же, сегодняшний доклад я хотела бы начать именно с Роберта Ивановича, показать его ещё раз, чтобы все знали и не забывали, какой это был великолепный, выдающийся хирург и учитель. Ну и то, о чём говорил он, и, собственно, мы тоже продолжаем его работу, его направление, это то, что мы должны работать вместе, вместе в комбинированном подходе, в лечении, привлекать не только работать сами, хирурги, но в этой группе должны быть обязательно все специалисты. Они представлены на слайде, и если говорить об опухоли кожи и зачем нужны эндоскопии, в своём докладе я покажу, что действительно эндоскопическая служба, лор-служба и альгологи, психологи, это всё то, что обязательно должно нас сопровождать. Это сопроводительное, но одновременно не является сопроводительным основным способом и методом лечения те наши коллеги, которые находятся в данной группе. Несколько локализаций, которые объединяют опухоли головы и шеи. Мы должны владеть представители отделения опухоли головы и шеи, мы владеем всеми этими возможностями, мы используем различные методы хирургического воздействия, мы работаем очень тесно с радиологами-химиотерапевтами, и, соответственно, для того, чтобы выполнить тот или иной объём вмешательства, мы должны обладать вот такими вот, ну, скажем, если не сертификатами по данному лечению, но, во всяком случае, должны обладать техникой выполнения операции в области глаза, челюсти-лицевой зоны, иметь возможности пластической хирургии, микрохирургической техники и, конечно же, лор-болезни. Ну и, собственно говоря, о том, что если обращаться к меланомной и немеланомной группе пациентов, немеланома – это немеланомные группы пациентов, это больше около 80 тысяч случаев выявляется каждый год, и также, если рассматривать по приросту за 10 лет, это где-то 14%. Идеологические факторы, о них я не буду так долго останавливаться, но, тем не менее, хотелось бы сказать, что они классические, и всё-таки есть какие-то особенности, а особенности могут быть то, что мы на сегодняшний день, с учётом того, что медицина движется вперёд, мы получаем новые препараты, но одновременно мы получаем новые нежелательные явления. Нежелательные явления, которые сопровождаются появлением новых проблем. Проблем с кожей, вплоть до того, что появляется базально-клеточный рак кожи на фоне приёма ингибиторов, может появиться плоскоклеточный рак кожи, и, конечно же, это проблема. Это проблема, которая одновременно должна решаться по мере поступления этой проблемы. То есть в процессе лечения нужно следить за всеми проявлениями, о которых я вот сейчас сказала. На самом деле, если говорить о плоскоклеточном раке, надо сказать, что чаще всего плоскоклеточный рак кожи локализуется в области головы и шеи. Это открытые участки тела. Соответственно, это не говорит о том, что на других участках тела нет плоскоклеточного рака. Конечно же, это так, но в большей степени это лицо. Это практически больше 60% случаев мы видим плоскоклеточный рак в зоне лица. Факторами прогноза является, конечно, мы их стратифицируем. То есть для того, чтобы лечить пациента, мы должны понимать, какая степень риска возникновения рецидива у данных пациента. Поэтому каждый пациент с учетом клинических рекомендаций Минздрава Российской Федерации от 2020 года имеется стратификация групп риска. То есть это плоскоклеточный рак высокого и плоскоклеточный низкого риска. Соответственно, в зависимости от этого мы можем понимать, что, возможно, у этого пациента могут быть метастазы в лимфатических узлах. Возможно, это протекать будет без какого-то рецидивирного или прогрессирования. Но опять же хотелось бы сказать о том, что чаще всего при плоскоклеточном раке, если он локализуется в зоне головы и шеи, риск прогрессирования, а это имеется в виду метастазическое поражение лимфатических узлов, гораздо выше, чем локализация плоскоклеточного рака, ну, скажем, на туловище, на руках или на конечностях. Частота мутации, одновременно хотелось бы сказать об этом, при плоскоклеточном раке кожи уступает только базально-клеточному раку. То есть количество мутаций также при данном заболевании достаточно высокое, что позволяет нам, опять же, рассматривать его как условием для поиска каких-то препаратов, которые могли бы все-таки действовать на эту мутацию. Ну, надеюсь, это будет в будущем, конечно, так. Ну, и стратификация, о которой я говорила, мы обращаемся к клиническим рекомендациям, мы работаем по клиническим рекомендациям, несмотря на то, что есть большое количество клинических рекомендаций и других наших ассоциаций. Ну, вот основное для нас это, опять же, идет стратификация, и необходимо обратить внимание на то, что здесь указывается граница, то, о чем говорил предыдущий докладчик. Для нас проблемы в краев резекции на сегодняшний день практически не существует, поскольку мы обязательно маркируем края, мы обязательно делаем МРТ или делаем прицельное сканирование для того, чтобы понимать четко границы, поскольку это находится в зоне... Почему мы к этому пришли? Именно по той причине, потому что это локализация в очень узких местах. Ну, скажем, например, если никак не хочу умалять способности и достижений хирурга, который занимается в другой зоне, но хотелось бы сказать о том, что когда речь идет о плоскоклеточном раке области угла глаза, достаточно сложно выполнить хирургическое вмешательство для того, чтобы не было выворота века, чтобы глаз закрывался, он не сох, и в дальнейшем не появился такой стеклянный глаз, как обычно пациенты отмечают. Соответственно, необходимо обязательно маркировать края, необходимо обязательно выполнять все исследования, вплоть до того, что делается УЗИ прицельно, заранее ограничиваются края возможные, и дальше с захватом, и здесь, конечно, указывается, какой захват нужно сделать. С учетом того, что здесь мы определяем границы от окончания края опухоли, мы должны обязательно понимать, мы маркируем края, указывая четко какая-то сторона, верх-низ, лево-право, обязательно медиальные и латеральные углы, маркируем несколько раз во время операции. Удалил препарат, обязательно маркируешь. Если вдруг приходит, это бывает крайне редко, но мы заведомо приблизительно знаем, если есть очень близкий край, то в этой ситуации мы знаем четко, в каком месте может быть рецидив. В этом случае можно сделать, опять же, операцию для того, чтобы иссечь это образование, если мы видим, что здесь риск рецидива высок. Можно добавить другой метод, соответственно, конечно же, лечения, все зависит от локализации. Опять же, хотелось бы сказать о том, что мы обращаемся к гистологам, и с ними очень тесно работаем. Выполнение, постоянная резекция тоже имеет свои особенности, но сегодня у меня доклад не будет построен в сторону операции МОКС, это отдельная, конечно, тематика. Базально-клеточный рак тоже мы имеем очень большое количество возможностей лечения и, соответственно, опираемся на клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. И также стратифицируем по группе риска. Риск рецидива высокий и низкий. Если обращаться к клиническим рекомендациям ССН, мы также понимаем, что здесь идет стратификация риска, и также лечение строится именно на возможности и риска возникновения рецидива и прогрессирования. То есть здесь оценивается у пациента, в каком месте это находится, локализация точная, размеры, изъязвления и, соответственно, прочие клинические симптомы. Основные методы лечения, они представлены на слайде, их много. Сегодня будем говорить в основном о хирургическом методе лечения. Хотелось бы сказать о том, что это достаточно бывает сложно, какой выбор, особенно когда такая локализация. Ну и мы, конечно, сегодня рассмотрим несколько вариантов. Те варианты, которые хотелось бы все-таки показать. Это распространенный процесс, как мы действуем. Это сложно для реконструкции дефект. И палеотивные пациенты, которых мы постоянно видим, это пациенты, с которыми мы сталкиваемся. Вот, например, пациент. Что с этим пациентом делать? Это достаточно сложная группа. Это те пациенты, это вот к вопросу, почему они приходят вовремя. Почему они приходят вовремя на лечение, хотя эта опухоль на лице, то есть ее видно. Они все равно приходят поздно. Вот такие вот пациенты приходят к нам. Опять же, эта пациентка, например, обратилась тогда, когда ей было уже сложно использовать ее головные уборы, они ей не закрывали опухоль и царапали. Поэтому пациентка обратилась за помощью. Вот такие пациенты приходят. Это распространенные пациенты. Это группа распространенных пациентов, с которыми мы работаем. Что же делать с такими пациентами? Очень сложно, когда мы распределяем, правда, пациентов, градируем. Это волосистая часть головы, это зона глаза, лица, щек, носа и ушной раковины. Это вот наградация такая по локализации и какие операции можно выполнить в данном случае. Еще одна пациентка, у которой было такое образование, в области задней поверхности шеи, волосистой части головы. Пациентке выполнена двойная реконструкция одномоментная и пересаженная и на сосудистые ножки. Мы планировали сделать микрохирургический, пересадить. Но поскольку пациентка достаточно была на сосудах, которые располагались в зоне анастомоза, возможного анастомоза, мы попробовали сделать так. И, собственно говоря, у нее получилось. Пациентка возрастная и имелся диабет и сопутствующая патология, поэтому делать реконструктивную пластику в таком случае мы не рекомендуем. И, соответственно, вот после хирургического вмешательства такой вот эффект был получен. Еще одна группа пациентов, у которых располагается в зоне глаза. Достаточно сложная локализация. Выполнять хирургическое вмешательство. Здесь можно выполнить как пересадку на микрохирургическом анастомозе, так и сделать одномоментно на сосудистые ножки. Опять же, на артерии темпорали с ее ветках. Здесь прекрасное кровоснабжение, поэтому был пересажен лоскут и, соответственно, был перфорирован лоскут, пересажен в зону забора лоскута. Ну и, соответственно, здесь опять же пациентка, которая обратилась вот в таком вот состоянии. Еще одна зона. Вроде, казалось бы, не очень она большая, но инфильтрация, как видите, ниже под глазом. Мы сделали МРТ, четко определили границы, отступили от края, и видите, какой дефект у нас получился. Но в целом у нее функциональность глаза не нарушена, глаз закрывается. И, собственно, пациентка абсолютно довольна. Рецидива у нее на протяжении уже 5 лет прошло с момента хирургического вмешательства. Еще одна пациентка – это лицо. И также, как видите, необходимо выполнить. В чем преимущество выполнения вот именно таких реконструкций? В том, что цвет совпадает абсолютно с лицом. Нет никакой деформации в нижнего века, глаз закрывается. Для нас самое важное, чтобы были пластические эффекты. И в области губы нет никакого дефекта в зоне угла. То есть здесь тоже все сохранено. Еще один пациент, у которого имеется. У этого пациента было достаточно сложно выполнить хирургическое вмешательство, потому что он отказывался изначально. Ну а потом мы пересадили лоскут, это такая вот индийская пластика называется, с пересадкой на сосудистые ножки с области лба. И, соответственно, пациент также имелось прорастание хрящей. Лоскут специально был забран именно таким образом, поскольку необходим был лоскут, который имел возможность держать каркас носа, поскольку там такое вот отверстие. И обычно мы слизистую восполняем с забором из-за ротовой полости слизистой оболочки и восполняем внутреннюю выстилку носового хода. Соответственно, такие пациенты тоже появляются. Как видите, криодеструкция здесь в этом случае. Она уместна, и противоболевой эффект. И одновременно в зоне шеи вот такое вот образование, которое выросло, и противоболевым эффектом, плюс здесь погибает сама опухоль. Ну, это палиативный пациент. Сами понимаете, что здесь мы помочь, к сожалению, только вот таким образом можем. Еще одна пациентка, одна из палиативных пациентов. Соматически не совсем пациентка подходила для хирургического вмешательства. Сделана криодеструкция. Получены это поэтапные моменты в самой презентации. И, как видите, вот такой вот струп образуется. Дальше струп отходит. Мы объясняем, как за этим следить. У пациентки зоны рецидива у нее не было. То есть пациентка не рецидивировала после этого лечения. Еще одна группа пациентов, у которых невозможно сделать хирургическое вмешательство с реконструкцией. Это группа пациентов тоже. Долго думали, как с ней поступить, поскольку она подкравливала, необходимо было ей помочь. 90 лет пациентке. Мы взяли ее на хирургическое вмешательство, удалили. Удалили данное место, восстановили путем пересадки. Вернее, пришили к ней проленовая такая сетка для реконструкции грыжевых ворот. И вот, собственно, как видите, у нее до сих пор прошло уже два года. У пациентка жива. Все у нее хорошо. Рецидива у нее нет. Ну и хотелось бы сказать немного о анапластологии. Это методика и такое направление, которое мы также проводим в своем учреждении. Это направление достаточно перспективное, поскольку для того, чтобы, например, восстановить нам верхнюю челюсть, нам необходимо, мы делаем резекцию малоберцовой кости, пересаживаем малоберцовую кость в зону верхней челюсти и пересаживаемся в лоскут. Не все пациенты соглашаются на такое вмешательство. Можно пересадить, например, именно кости, взятые с лопатки, либо с подвздошной кости. То есть возможностей много, но не все пациенты соглашаются, естественно, понять это можно. Поэтому это направление, которое позволяет при больших дефектах формировать вот такие вот имплантаты. Это пациентка, у которой была базалиома. И, как видите, на носу у нее такое вот пятно белое, это ее лечили по месту жительства. Она обратилась к нам вот в таком состоянии, когда уже было проникновение в решетчатый лабиринт. Медиальная стенка глазницы поражена, и, соответственно, мы взяли ее уже на хирургическое вмешательство. Мешательство было достаточно большое. Сделали ей операцию в объеме удаления экзентрации орбиты. Удалили полностью глаз, удалили медиальную стенку, составили шунт. И вторым этапом у нас был этап именно лор-этап. Работала большая команда наших врачей, лоры, офтальмологи. Мы все вместе делали эту операцию для того, чтобы был такой вот результат, то, о чем и говорила, комбинированный подход в лечении в хирургическом. И была реконструктивно пересажена на сосудах, пересажена лоскут. И, соответственно, вот так вот реабилитировали пациентку. Пациентка была полностью здорова, и уже через год мы решили, что ей нужен все-таки глаз. Соответственно, пациентке то, как видите, если сравнивать на лице, если пересаживать лоскут на микрохирургическом анастомозе на лицо, это эстетически не очень, на самом деле, красиво. Мы идем к этому, если большой дефект. Но в этой ситуации возможность была сохранить и сформировать вот такую вот лоскут. Поэтому вот то, что облученное на носу до нас, оно, конечно, осталось не очень красивым, но вот остальное лицо, оно собралось, и, в общем-то, цвет никак не отличается от цвета лба. Это очень важные моменты, на самом деле, для хирургов. И, соответственно, мы решили установить имплантаты для этой пациентки, установили их в зону три имплантата для того, чтобы в дальнейшем сформировать ей глаз. Ну и сформировали ей потом, это этап формировки, установки имплантатов. Дальше мы формировали глаз, но это нам помогала уже служба, которая занимается, и силикона формирует глаз, зрачок. И для того, чтобы больше адаптировать, подбирают цвет зрачка, подбирают форму брови, волосы на брови, если нет, они подбирают ресницы. То есть все это очень тщательно подбирается. Ну вот пациентка вот так вот выглядит. Соответственно, если смотреть, особенно то, что вот облученная зона на носу, то особенно нет такого вот как бы дефекта в другом месте. То есть хорошо так, в общем-то, выглядит. Сама пациентка, она очень довольна, она сама врач. И, конечно, она все это понимала, понимает. И до сих пор прошло достаточно, около шести лет, по-моему, прошло. И у нее сейчас другая проблема. У нее появились базилиомы в области лба и второго глаза. То есть она лишилась одного глаза. И вот на сегодняшний день у нее, к сожалению, есть проблемы с другим глазом. Ну и, собственно, можно будет включить. Вот такой вот имплантат, чтобы было понятно, если получится включить. Там прямо на экране есть кнопочка. На магнитах. Это такой имплантат, он прекрасно лепится и очень крепко держится. Они сами ухаживают за ним. То есть они могут... Там вот у нее был небольшой дефект ниже глаза. Это уже царапином. Ее там уже лейкопластырь был использован. Ну и пациент 72-х лет, у которого плоскоклеточный рак, пришлось сделать операцию, удалить эту ушную раковину. Поскольку здесь уже запущена... Это была скандальная история. Он к нам попал уже вот с такой вот историей, отказавшись в других учреждениях. Мы, конечно, ему удалили, сделали резекцию. Но пациент был очень недоволен тем, что у него отсутствует ухо. И все ходил по жалобам на те учреждения, где он считал, что его запустили. Но на самом деле это не совсем, наверное, так, потому что это спорный вопрос. Но вот он когда к нам обратился, мы уже увидели вот такой вот результат. Он согласился на удаление ушной раковины. Простите, мы удалили, сделали... Какой-то период мы выждали. А потом он пришел и сказал, что хочет ухо. Соответственно, мы также ему вкрутили имплантаты. Имплантаты были установлены в зону кости. Два имплантата ему было достаточно, также на магнитах. Ну и вот так вот выглядит без уха и с ухом. Собственно, такой вот хороший косметический результат. И плюс не нужно, например, в этой ситуации, для того чтобы формировать ухо, мы обычно берем либо хрящ ребра, либо мы берем хрящ с задней поверхности второй ушной раковины, для того чтобы формировать частично ушную раковину или нос. Но в этой ситуации это, конечно, выход. То есть пациент может спокойненько находиться в таком вот качественном состоянии. Ну и вот так вот выглядят обе ушные раковины. В целом все, мне кажется, достойно. Большое спасибо, извините за такой большой доклад. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!